ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Барухашем, благословенное имя Господа! Спасибо, что смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса». Во-первых, мы хотим поблагодарить всех наших партнеров. Эта программа выходит благодаря вам, Синсия Марджери, моя любимая жена. На днях я размышлял о самосознании. Перед началом съемок этой программы я молился про себя, об Ашеме, о том, чтобы несравненный Дух Божий сошел на нас. Пока я безмолвно молился об этом, я сверхъестественно ощутил, не увидел глазами, а именно ощутил внутри себя воду Божьего Духа. Это связано с самосознанием. Если мы не останавливаемся, не успокаиваемся, чтобы осмыслить все то, что мы знаем и переживаем, мы многое упустим в своей жизни. Это правда. Мы духовные существа. Жизнь — это не только что-то материальное, куда-то идти и что-то делать. Внутри нас огромная жизненная сила. Если мы не осознаем ее, то у нас не будет связи с жизненной силой Бога. Мы не испытаем всю полноту жизни. Если мы не замедлим ход, чтобы осмыслить то, что мы знаем, чтобы запечатлеть то, что говорит к нам Бог своим Духом, если мы не остановим энергию плоти, чтобы осознать Хашема, осознать близость Бога и запомнить то, что Он нам говорит, «Мы многое упустим». Возлюбленные, сегодня очень важный эпизод. Не пропустите его. Сегодня я продолжаю серию о 102-м псалме. Этот псалом по-настоящему помогает нам исправить свое отношение. Нам нужно отношение благодарности. Когда мы изучаем 102-й псалом, это помогает нам настроить душу на одну волну с Хашемом, Богом Отцом, через Иисуса, чтобы жить насыщенной, полноценной жизнью. В прошлом эпизоде я говорил о первом и втором стихах. В качестве видения прочту их вновь. Псалом Давида. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа. И не забывай всех благодеяний Его. Я призываю вас послушать предыдущий эпизод. Я говорил о том, насколько важно фокусироваться на преимуществах, фокусироваться на том, что у нас есть. Когда мы делаем это, у нас есть радость. Когда мы фокусируемся на том, чего у нас нет, нас переполняет разочарование. Дело в том, что мы никогда не получим полного удовлетворения. Многие люди ощущают удовлетворение жизнью не потому, что у них все есть, а потому что они благодарны за все то, что у них есть. Мы с вами знаем очень простых людей, у которых, возможно, и нет всего того, что стремятся обрести люди в мире. Они не богаты, не красивы. Они живут очень простой жизнью. Однако они более счастливы, чем большинство людей. Почему? Потому что они сфокусированы на благодарности за все то, что у них есть. Вы знаете, что у нас с вами есть уникальное отличие. Бог дал нам сознательность. Он дал нам самосознание и наделил способностью выбирать. Господь сказал в Торе, «Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, чтобы жить». Тот уникальный атрибут, которым обладает только человек, это способность к самосознанию. И способность выбирать добро или же выбирать жизнь. Я хочу поразмышлять об этом вместе с вами. Когда я говорю, что люди — это единственное творение Бога на планете, которое обладает самосознанием, вам нужно задуматься об этом очень серьезно. У животных нет такого самосознания, какое есть у человека. Другими словами, животные не способны осознавать свои мысли. Животные не умеют анализировать свои мысли и говорить себе, «О чем я думаю?» У них нет такого самосознания. Только человеческие существа, только мы с вами имеем способность находиться вне своих мыслей, если можно так сказать, осознавать свои мысли, анализировать свои мысли и исправлять их. Мы уникальны, потому что созданы по образу самого Бога. Бог показывает нам в 102-м псалме, что нам нужно начать осознавать свои мысли, осмысливать их, анализировать их и принять решение славить и благодарить Господа за то, что у нас есть. Враг непрестанно нас атакует. Он хочет заставить нас ощущать разочарование и обиду. Он желает, чтобы мы с Ним согласились, и тогда Он сможет посмеяться над нами и Богом. Но вместо этого нам нужно перестать фокусироваться на том, чего у нас нет. Наш стакан не полупустой. Нам нужно увидеть, что стакан наполовину полон, и быть благодарными за то, что у нас есть. Именно так жил Давид. Он говорил, «Я хочу благословлять Господа всем, что есть во мне». Во втором стихе он говорит, «Я не забуду ни об одном из его благодеяний». Сейчас я не буду вдаваться в подробности, потому что я уже говорил об этом на прошлой неделе. Давайте мы продолжим читать. Давид говорит о благодеяниях Бога. Он прощает все беззакония твои. Я немного затронул эту тему на прошлой неделе. Давид продолжает. «Он исцеляет все недуги твои». Здесь Давид скорее наставляет нас. Он пишет, «Давайте благословлять Господа всем, что в нас есть», а затем перечисляет причины, по которым это нужно делать. Сейчас мы сфокусируемся на том факте, что Бог исцеляет наши недуги. Я знаю, что некоторые из вас слушают меня и думают, «Сейчас у меня не все хорошо со здоровьем. Я не чувствую, что все мои недуги исцелены. Я принимаю лекарства, которые мне прописал врач. Кто-то из вас ощущает какую-то боль или не может ходить, у кого-то другие сложности. Я все это понимаю. Я понимаю, что это вызов, когда наше тело не отличается отменным здоровьем». Но послушайте. Во-первых, Бог действительно исцеляет недуги. Я сам видел, как Бог открывает глаза слепым. Я видел, как Бог открывает уши глухим. Я видел, как Он исцеляет хромых. Я видел много чудес. Почему Господь иногда исцеляет людей мгновенно, а иногда здоровье людей восстанавливается постепенно? Почему некоторые из нас борются с какими-то проблемами со здоровьем, а затем покидают этот мир? Почему одни исцеляются мгновенно, другие восстанавливаются постепенно, а кто-то борется с какой-то болезнью по несколько лет, а затем умирает? Почему так? Я не знаю. Но вот что я знаю. Бог — ваш Бог, ваш Отец. По самой своей природе — Целитель. Наш Бог — Целитель. Он наделил творение способностью исцеляться. Другими словами, если наша кость сломается, она автоматически срастается вновь. Если внутрь нас попадает инфекция, наше тело создаст антитела. Бог заложил в Своё творение способность к исцелению. Он — Целитель по определению. Библия говорит, что когда мы встретимся с Ним лицом к лицу, об этом сказано в конце книги Откровения, не будет больше горя, не будет страданий, не будет больше боли. Я хочу, чтобы вы помнили, даже если вы с чем-то боретесь, вы можете по-прежнему славить Бога за то, что Он исцеляет все ваши немощи, потому что вы встретитесь с Ним и будете вместе с Ним после финального искупления. Когда мы увидим Господа лицом к лицу, мы будем совершенно здоровы. Всю оставшуюся вечность. Я знаю, что выражение «оставшаяся вечность» не совсем благозвучно, но сейчас я могу выразить это только такими словами. На веки и веки, когда вы увидите Иисуса, когда встретитесь с Ним лицом к лицу, когда вы покинете этот мир или когда Иисус вернется, вы преобразитесь и обретете совершенное здоровье. И это будет длиться вечность, веки вечные. Библия говорит, что мы получим новые тела. Наши смертные тела исчезнут, а мы обличемся в бессмертие. Мы получим тела, которые никогда не болеют, которые никогда не ощущают боли, и мы никогда не умрем. Это неоспоримый факт. Примите это верой. Слава Господу, что Он исцеляет все ваши немощи, и Его удел для вас — это здоровье и исцеление на веки и веки. Вы знаете, что Иисус забрал наши грехи и наши болезни и вознес их своим телом на крест. Он дал нам свое здоровье, свое совершенное здоровье, которое сохранится на веки и веки. Барух Ашем, давайте благословим нашего Господа, возлюбленные. Аминь и аминь. Сейчас я стою в центре Тайм-сквер. За моей спиной вы видите экран «Доброе утро, Америка». А чуть выше установленный нами билборд jewishjesus.com и видео с вопросами, кем был Иисус, иудеем или христианином. Иисус пришел, чтобы основать новую религию. Если зайти на веб-сайт jewishjesus.com, вы увидите, что я ответил на вопросы, почему иудеи, которые поверили в Иисуса, когда Он пришел 2000 лет назад, впоследствии отделились от традиционной иудейской общины. Зайдите на наш веб-сайт непременно. А теперь вопросы. Что вы думаете об этом билборде в Нью-Йорке? Как, по-вашему, он вызовет какое-то любопытство? Да, вполне вероятно, вы выбрали отличное место. Здесь всегда оживленное движение. Это представляет для вас какой-то интерес? Да, конечно. То, что вы упомянули имя Иисуса в центре Тайм-сквер, это уже прекрасно. Вам бросился в глаза этот билборд? Да, конечно, у меня есть подруга, и она как раз родом из еврейской семьи. Мы сделали это, чтобы Иисус стал предметом обсуждений в жизни иудейского сообщества. Иисус родился как еврей, жил как еврей и умер как еврей. Он по-прежнему является евреем. И Он спаситель Израиля и всего мира. Заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать больше. Давид продолжает в четвертом стихе. «Избавляй от могилы жизнь твою». Теперь давайте немного вернемся назад. В первом стихе сказано, «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его». Затем Давид перечисляет все причины, по которым он благословляет Господа. Он говорит, «Отец, я буду благословлять Тебя, и я не забуду ни об одном из Твоих благодеяний. Я начну с того, что поблагодарю Тебя за прощение моих грехов. Отец, спасибо, что забрал мои болезни, и Твоя судьба для меня — это вечное здоровье». Затем Давид называет следующее благодеяние Бога. Он пишет, что Бог избавляет от могилы жизнь Твою. Он избавляет Вашу жизнь от могилы. Не знаю, как у Вас, но в моей жизни была пара сверхъестественных переживаний. Я увидел крушение, которое могло бы постигнуть мою жизнь, если бы я не был сверхъестественно искуплен Богом Отцом через Мессию Иисуса. Я помню возлюбленное, как я учился в библейской школе в 80-х годах. Это была библейская школа в городе Колл-Фоллс в штате Джорджия. Все студенты школы жили в домах-прицепах. Сейчас я вспоминаю это время с неизменной улыбкой. Мы с Синтией жили в таком доме на колесах и платили за него 3,5 тысячи долларов. Всю зиму мне приходилось сходить дома в пальто, потому что, когда дул ветер, он сквозил изо всех окон. Летом мы жили под палящим солнцем, Джорджии — без кондиционера. Каждый день температура поднималась до плюс 38 градусов. Вспоминая об этом сейчас, я понимаю, что никогда ни на что не жаловался. Окажись, я там сейчас, мне было бы намного сложнее, ведь сейчас мне уже за 60. Но вернусь к воспоминаниям об этом времени обучения в библейской школе и жизни в доме на колесах. Однажды я вернулся после школы домой. Я пошел в спальню этого прицепа, лег на кровать и словно погрузился в какой-то транс, какую-то полудрему. Только так можно назвать это состояние. Только представьте на минуту, что это произошло в далеком 1984 году. Прошло столько лет, но я до сих пор об этом помню. Я помню переживание, которое произошло больше 30 лет назад. Должно быть, оно оказало на меня большое влияние. Я не просто выудил этот момент из своих воспоминаний. Он оказал на меня огромное влияние. Я до сих пор помню это переживание и до сих пор каждый раз содрогаюсь. Я лежал на кровати в нашем прицепе и понемногу погрузился в транс. В этом состоянии полудремы я ощутил силу, темную силу, которая словно пыталась засосать меня внутри себя. Она была невероятно мощной. Вы когда-нибудь слышали о черных дырах в космосе? Есть научная теория, что в космосе есть черные дыры, которые втягивают все в себя, поглощают все вокруг. Такая же сила атаковала меня, когда я лежал в доме на колесах в тот день. Я ощущал эту силу, дорогие. Она была реальной. Она казалась мне более сильной, чем что-либо другое в этом мире. Это сила смерти, сила тьмы, эта черная дыра старалась втянуть меня в себя. Единственное, что удержало меня от этого поглощения, от этой могилы, единственное, что не позволило этой силе лишить меня жизни, это Хошем, это рука любящего Бога Отца, которая была на мне. Давид знал это. Он писал, «Отец, благодарю тебя за все твои благодеяния. Я буду славить тебя всю свою жизнь и всей своей жизнью. Отец, спасибо тебе за искупление, за то, что избавил мою жизнь от могилы». Много лет назад, когда я впервые пришел к познанию Господа, это было почти 40 лет назад, у меня был похожий опыт. Простите, что сегодня я много делюсь с вами своими переживаниями, но я просто хочу сопоставить их с реальностью и истолковать их. В том сне, который приснился мне около 40 лет назад, я увидел себя лежащим на больничной каталке. Напомню, это мне приснилось, но я до сих пор все отчетливо помню. Бог говорит нам свои истины через наши сны. Если изучать Библию, вы увидите, что именно так Бог чаще всего говорил со своим народом. Обращайте внимание на свои сны. Так вот, 40 лет назад я увидел себя на больничной каталке и за стенами больничной палаты. Я смотрел со стороны, как я лежу на этой каталке. Я видел свое тело и понимал, что я абсолютно мертв, но при этом я не умер. Я был мертв духовно. Да, телесно, я был мертв, но сквозь оболочку я увидел состояние, в котором я находился. Я увидел состояние своей души. Да, я был мертв, однако какая-то тоненькая ниточка словно держала меня и не давала мне окончательно уйти из жизни, окончательно сойти в могилу. Я был духовно болен, болен насквозь. И моя душа была мертва. Апостол Павел пишет в послании Ефесиным, что мы были спасены от духовной смерти, что мы по природе своей, чада гнева, были мертвы в своих грехах и беззакониях. В этом сне, 40 лет назад, я увидел себя именно в таком состоянии. Я лежал на больничной каталке, духовно мертвый. Но знаете что? Бог по своей любви и милости спас меня. Об этом и писал Давид. Ты не только спас меня от могилы. В четвертом стихе он продолжает. Венчает себя милостью и щедротами. Именно это сделал Бог для нас с вами. Если вы действительно знаете Господа, если всецело принадлежится Ему, если Его Дух внутри вас, Он спас вас от смерти. Он избавил вас от могилы. Он спас вас от ада. И вместо этого даровал вам жизнь. Он увенчал вас своей милостью. У Него есть судьба для вас, и вы будете вместе с Ним навеки, навсегда. Писание говорит, что Бог воскресил вас, и теперь вы посажены вместе с Ним на небесах. Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце, что приготовил для нас Бог. Позвольте задать вам вопрос. Сегодня у вас есть выбор. У вас есть выбор прямо сейчас. Останетесь ли вы в печали? Останетесь ли вы в своих обидах? Будете ли фокусироваться на своих проблемах? Или же откажетесь от всех этих вещей и скажете, «Отец, я славлю тебя. Сатана, отойди от меня, ты лжец». Отец, я благодарю тебя. Я обязан тебе своей вечной жизнью. Спасибо, что любишь меня. Спасибо, что спас меня. Отец, я благословляю Твое Святое Имя всем, что есть во мне, и я хочу жить в отношениях благодарности, и воздавать Тебе хвалу каждый день своей жизни. «Отец, я буду благословением во имя Иешуа. Аминь». Возлюбленные. То, о чем мы здесь говорим, совершенно реально. Это реальность, потому что мы с вами не заслужили того, чтобы быть здесь. Мы не заслужили ничего. Мы не заслужили даже своего дыхания и того, чтобы проснуться сегодня утром. Наша жизнь — это дар для нас, и нам нужно ходить в духе благодарности. Давид писал, венчает себя щедротами и... Мне так нравится второе слово, которое написал Давид, милостью. Подумайте об этом. Бог Отец так милостив к вам. Поразмышляйте об этом. Давид писал о безграничной доброте Бога. Он говорил о Боге Отце. «Милость твоя возвеличивает меня». Бог милостив к вам. Благодаря Иисусу, Бог Отец сочувствует вашим слабостям. Он подкрепляет вас, ваших немощах, и помогает вам. Он полон сострадания. Иешуа посмотрел на людей и увидел овец без пастыря. Писание говорит, что Иисус ощутил сострадание. Бог не обязан нам сострадать. Он мог бы просто смести людей с лица земли, как сделал это во дни Ноя. Он уничтожил все человечество, за исключением семьи Ноя. Он мог бы поступить с нами точно так же, как поступил с жителями Содома и Гамора. Но вместо этого Отец решил через Иешуа проявить к нам сострадание. Вы можете быть искренними с Богом. Вы можете поговорить с Богом. Вы можете рассказать Ему, с чем вы боретесь. Вы можете открыть Ему все свои тайны. А знаете, какой будет Его реакция? Любовь и сострадание. Он поможет вам. Он знает вас лучше, чем вы сами знаете себя. Он любит вас больше, чем вы любите себя. Он ближе к вам, чем ваше дыхание. Я открою вам секрет. Зачастую нам кажется, что Бог очень далеко. И поэтому нам очень сложно ощутить с Ним какую-либо связь. Нам кажется, что Бог Отец где-то далеко на небесах, когда нам так хочется ощутить Его рядом. Но знаете, в чем настоящая проблема? Когда мы чувствуем себя в таком отдалении от Бога, это не потому, что Он действительно далеко. Настоящий вызов — это признать, что Он настолько к нам близко, что нам страшно впустить Его внутрь себя. Он ближе к вам, чем ваш следующий вдох. Он знает ваши мысли еще до того, как они к вам придут. Бог не где-то далеко на небесах. Да, Он на небесах, но Бог вне конкретного местонахождения. Он вне пространства. Вам кажется, что Бог находится где-то на небесах, но Он не занимает одно определенное место. Бог сотворил все, сотворил время. И знаете, где находится Бог? Прямо здесь. Он с вами. Он любит вас. Он ближе к вам, чем ваш следующий вдох. Он любит вас, и Он ждет, когда вы поверите в Него, полюбите Его, благословите Его и впустите Его в свое сердце, возлюбленные. Давайте ходить в духе хвалы, благодарности и благодарения. С вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он учит пастырей И помогите изменить И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка Ваша поддержка очень нужна нам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ваши даяния принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и крусэйды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание» Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.